всем здарова ребят сегодня в мои загребущие ручонки попал какой-то нереально длинный реплей чел обещал что он хоть и не топовый но очень интересный потому что последние минуты непонятно кто выиграет это 4 на 4 он весит почти полтора мегабайта чтобы вы понимали длинные реплеи на канале обычно весят где-то пол мегабайта 400 килобайт это вот этого достаточно чтобы был хороший длинный ролик это полтора почти но там 13 в общем смотрим на двух прекрасных котов или кошек и начинаем за мордор играет фродо за и младрис играет илон маск за арнор играет пауэр и за рохан санек против них за рохан гравит золот лориан мун пони за ангмар асикс и за гондор атия так мы видим что мордор крепит я никогда в жизни столько ников не запомню хотя конечно этих ребят большинство из них уже видел в матчах так что будем просто по фракциям говорите на может быть в будущем как-то получится запомнить значит мордор нижний может забрать бабло сын рохан идет только наваргов так что он это не увидит здесь что здесь и младрис илон маск забрал себе аван пост а здесь его забирает кто асикс до насикс то есть получается что у правой пары будет небольшое преимущество над нижними а у нижних левых будет преимущество над левыми верхними звучит как название каких-то политических партий так здесь нижний рохан хочет получить по боссы его изгнанный хоббит уже практически тролля но тут выдвинулись гондорцы которые вряд ли что-либо получит потому что тут рабочие копейщики но он может попытаться что-то своровать сейчас чихну эксклюзи ну а асикс помогает своему тиммейту при помощи стяжки им удается забрать три сотки чего он моя чтим от фрота че-то маячит таки я не понял что такое он хочет малорн это снести наверное окей так они тут отступили рохан наступает его тиммейт крепит варгов и мать его тиммейту стоит поработать над своими тактиками потому что о боже мой это мансулы все ясно это ужасно вот и но по идее атаку рохана легко могут отбить ребят поэтому он вынужден отступать его тиммейт юз нас но скоро он построит своих пацанов и перестанет быть юз нас видимо но блин как же я челов ненавижу которые так делают типа не поймите неправильно мансулы офигенная геройка топ-2 на мой взгляд кто-то может даже скажет что топ-1 но тактика когда играют чуть ли не со старта игры в нее это просто какой-то приступ аутизма она плохая у вас нулевое присутствие на карте вы ничего не сделаете пока у вас не накопится пачка этих ребят это пока вы будете ее накапливать все что вы можете сделать это делать немножечко залпов и отступать чтобы вас не убили и конечно же бесить вашего противника потому что их сложно убить из-за такого стиля игры вот собственно и все то есть если верхние ребята решат напасть на этого чела то у него будут огромные проблемы потому что чем а мансула ему помогут непонятно так пока что он дерется практически один на один асикс помогает немного но всего одним отрядом полетела аширская бомбочка и мы видим что асикс играет в супер дорогую тактику он добавляет троллей и сразу же практически играет в минорцы два барака на минорцы у него из войск но из обычных только отряд орг всего лишь так здесь что оу погодите правильно понял мордор играет примерно такую же тактику что ли хотя ну не совсем но да он героев построил до того как построил войска ночи странно но хотя тут рохан может быть может быть он год мога рано построил чтобы не страдать от станов но так как это все-таки командные и они прям вплотную с тиммейтом стоят проблем быть не должно тиммейт может играть через землю и стелить ее в случае стану так что у мордора не должны быть такие большие проблемы против рохана как обычно бывает слышим что там трандуил также ты отряд появился тут пока ничего не происходит попытка халтера убить они придумал но зато он очень даже неплохо покачался на с гулем правда почему-то год мог у него пеший он мог бы его тоже конным сделать и впитывать экспу но в любом случае а нет мало блин я удивлен вообще мало опыта получил некромант я думал там хоть пол пол левела уже есть такое впечатление что он чуть ли не целый отряд лучников задавил видимо я неправда впечатление ложные три четыре семь лучников он задавил ладно все нормально так но у него понемногу накапливается армия эту армию можно было бы улучшить надзирателями желательно так здесь начинаются стычки арнор добавил больше копейщиков и карта и она также он бегает с мольбетом ради прокачки в таком случае ему возможно нужно подойти сюда у рохана возникают довольно таки большие проблемы в виде двух отрядов троллей которые готовы его давить асикс допускает ошибку на оборонке конница замедляется больше и в итоге он никого не давит лол учила практически нет копейщиков один отряд метателей и он вообще без проблем прям легчайше задефался вот этого нападения из-за оборонной тактики но не повезло не повезло но потеря всего одного отряда троллей может это не так уж и ужасно так тем временем гондор пытается зафоксить и монсул но спину приходит рохан и мне кажется она того не стоит мечников отправляет да это похоже на какие-то сливы и я говорю не про фрукт им нужно отступать срочно причем потому что они видят если бы здесь не было рохана то я думаю гондор бы справился с этими ребятами один на один ну или они бы отступили но пока у асикса маленькая слабая армия им не стоит так вот прям в наглую танчить своими лицами а тем временем верхняя команда несмотря на то что у нижнюю как бы тут преимущество денег душит застройка готовится но она по сути уже есть потому что им уже неудобно с этой вышки сражаться вот и застройка будет сейчас только крепчать и крепчать что-то пошло не так то тут явно какие-то проблемы с коммуникацией между мордором и и младрис что морда решил побежать в соло на две армии которых шикарный саппорт тут 50 брони держу в курсе и еще и вышка хотя вышка ладно вышка тут особо ничего не дает вышка просто поможет точку удержать если они пропушат то сюда можно будет рохану отряд лучников засадить и встать за вышкой чтобы она какое-то время потанчила но тем не менее ставится еще одна ставится ферма и отступники из нее выходят кстати нижним ребятам выгодно сражаться вот здесь потому что у них есть майк и желательно добавить еще войска закучкуется и можно будет их поджечь нужно чуть больше ходите-ка хочу поймать год мага он там бегает год маг третьего уровня почти 4 очень даже неплохо нас гуль прокричал но далековато он как-то находился такое впечатление что это вообще не сработало и судя по всему верхние ребята выигрывают прям очень и очень сильно и младрису следует добавить какие-то войска для танкования у него голые лучники даже без флагов флаги кстати он сделал уже трандуил качнул седьмой уровень можешь ты мой как они вообще жить должны близнецы конечно заныкались в скрытности молодец кто тут играет илон маск но тем не менее катка выглядит проигранной если честно зато эти ребята держатся причем не то вы не просто держится они кажется выигрывают у вас секса какая-то слишком дорогая тактика у него до сих пор войск нет полетел обстрел это арон арт качнулся но никого не удалось убить увы но тем не менее да у ребят снизу все хорошо справа а вот здесь все ужасно но они тоже пытаются держаться конечно же но как они должны это отбивать вообще без понятия давайте посмотрим может быть кто-то качнулся и кто-то им поможет а те это верхний у фрода меньше двух соток очков командования катапульты щас посносится да вы играть в троллей против лот лориана не самые хорошие идеи я держу в курсе это можно конечно сделать но нужно прям быть мега скилловым челиком чтобы не сливать троллей но я например в себе не уверен я бы так не играл вот поэтому и вам не советую ухты неплохо неплохо медведь ударил в общем младрис илон маск при помощи животных яваны смог не то чтобы исправить ситуацию просто на некоторое время прогнать своих оппонентов но тут вышки уже прям возле них стоят им нечем сносить вышки а ну есть возможность строить катапульты мордор нулевый у него ничего не осталось но он может попытаться а он харассит троллем я хотел сказать он может попытаться им подкрысить кстати арнор сидит без дела но беда в том что как только он нападет налево эти ребята пойдут вниз скорее всего не уверен что рохан их удержит мы смотрим он заходит сзади кажется его запалили третий тир вызывается ухты неприятным ну получается вся надежда для илона маска это то что мордор успеет накопить побольше войск забавно то что никто из этих ребят не хочет помочь своему тиммейту который пришел помогать им это многое говорит об их тимплее хотя это даже скорее не тимплей не не проблема тимплея а я даже не знаю как это политкорректно назвать так картину не удалось адекватно поджечь увы но у арнора неплохая армия так то надо бы убить бомбадила но в общем пытался помочь но не получилось но мордор немножко войск построил даже кредит начал он снес вышку одну но это похоже на слив как-то очень слабовато играет фродо лучше бы вместо этих двух троллей еще две катапульты добавил и больше войск или хотя бы одну катапульту чтобы просто проносить вышки типа в моменты когда их не атакуют их в смысле их войска нижних так пауэр маячит рохан почувствовал себя победителем и пошел в атаку я понять не могу а вон он он дерется да ну рохану конечно не стоило этого делать почти всю армию он теряет асик своими колдунами его пожрал но кажется благодаря его жертве ребятам удается отбить эти ана до верхние ребята вынуждены бежать наличие катапульт позволит еще вышки посносить но армия у них все еще более-менее неплохо выглядит и не забываем они качены а у мордора ничего нет как бы ну ничего нет он использует тактику легкого бота то есть он сначала что-то делает а потом думает когда бы ему построить войска поэтому войск у него собственно нет денег у него достаточно он мог бы даже очередь заказать чтобы ну хоть какая-то пачка была но к сожалению не судьба но у него есть катапульты можно хотя бы вышки сносить уже какая-то радость какая же радость у этого рохана я даже не знаю санек сочувствую ухты 4 катапульты ангмара едут кажется гамлинг застанил половину гондарской армии тиммейт пришел но его армия выглядит не очень сильно если честно но хотя бы она есть у него каченый карта n и мольбет или он уже давал пророчество кста а да то есть он может по два отряда рейнджеров вызывать я бы крайне рекомендовал это делать хотя возможно он держит разведчика для поджигания но тут так много войск что я бы наверное не рисковал картином хотя он может в инвизе пролезть но все равно я бы не рисковал его благополучие используется 3 тир асикс станет противником пауэр призывает свой третий тир линдонских ребят и кажется ну не скажу что нижние выигрывают но они немножечко прогнали верхних совсем совсем чутка все-таки у верхних очень даже неплохая армия причем 5 катапульт не тут застройку пытаются намутить но это не очень эффективно потому что тут куча брони уже хотя она и без брони тогда не сработало что странно обычно билка сильно дамажит тем временем фродо за которыми до сих пор сижу качнулся до 3 и честно говоря количество копейщиков здесь поделено на ноль я их не вижу можно попробовать задавить этими ребятами фродо ты меня очень сильно огорчаешь как говорили в той старой передаче вы слабое звено прощайте у всех вроде есть армии все их пытаются спасти не сливать только один фродо юродивый без негатива только фродо сливает своих пацанов просто так и никак не может накопить армию так он решил вызвать а он еще тролля туда окей но ему ему бы оборонку поставить либо надо чтобы тиммейт похилил илон маск не может кину и силку но в любом случае неплохая атака так несчастью несчастью у ангмара есть очки на заморозку поэтому крепу закрыть не получится тут есть еще и гондор душная комбо крепу не подкресишь таким образом а может быть погодите-ка арнор арнор может взять хилку захилить этих ребят санек может уже ее кинуть при желании можно попробовать выбить ремонт ремонт и так отдали но пришла пачка асикса и все горгород не сможет больше ничего сделать но в любом случае 2 обилки забрали 1 2 тир это очень хорошо могло бы быть конечно лучше но не страшно смотрим сюда он вышел в пугающие катапульты его душит третий тир тут сильно сильно душит попытка убить я умера удалось но при этом на разгуль тоже умер здесь удалось продушить и гондорца потому что ангмарец свалил защищать свою базу он сделал апгрейд стрел минус гилдор у илона маска очень-очень мало войск ладно смотрим сюда не знаю как они там должны выигрывать скорее всего никак вот оно что мордор докачался до 25 давайте я включу капитана очевидность и скажу что рохану и лотлориану мун пони его тиммейту гравиту следовало бы построить какие-либо осадные машины или же энта в случае пони и они бы уже давно снесли илона маска но не срослось как там но не серьезно уже дал давно бы его пропушили они так сильно выигрывали что смогли на на видеть мордора который вообще без войск но они на видели себя как видим подожгли армию арнора но честно говоря я не уверен что это правильное решение было кстати всего один на вансул выжил лол о чем я я не уверен что это было правильное решение потому что не похоже чтобы верхние проигрывали они не выигрывали но они не проигрывали то есть лучшее было бы помочь себе это и мх ладно давайте посмотрим дальше power это у нас кто это ты нет 100 что за а кто еще один рохан ай футы санек они power пардон power это арно значит санек ну долго еще наверное качаться хотя парочка нормальных сражений может он получит 25 можно бы поставить вот эту обилку сюда что он и делает молодец а секс практически получил двадцать пятку если бы не нападение фродича то у него она бы уже было это у него есть зимний покой кстати я более чем уверен что эту а вилку можно кидать на нейтральные постройки в курсе может не на все но по идее на этим всякие обелиски камни и прочее можно это точно это на секундочку постоянный баф 50 процентов урона до газ кинул свою лазу на минорцев но не похоже чтобы они прям сильно от этого страдали идем дальше гравит примерно так же себя чувствует как и санек чуть хуже даже а те чувствует себя просто отвратительно даже 3 тир не качнул на сейчас к чему минута молчания в честь гэндальфа минута в этой игре из-за фпс а уже прошла держу в курсе так тут появился and и появились катапульты то есть верхние ребята учатся на своих ошибках но у нижних уже есть какие-то войска так что им предстоит еще пробиться но наверное это не так уж сложно будет потому что мордора тут очень очень мало и часть войск хотя сейчас уже будут сражаться воды фродо фродо красавчик войск нет но зато он качан у него скоро будут горгороты возможно их следует использовать для сражения здесь и его идея с катапультами как ни странно очень даже неплохо работает постоянно в контроле прибывают те ребята они все закучковались тут возможно им просто стоит разделить войска ну допустим лорин бы дрался здесь а рохан напал бы скажем сюда вот тут кажется готовится под крыс аж 5 троллей вот и тогда они бы не испытывали таких проблем из-за этой толкучки здесь что илон маск видим что брал все подряд но в принципе постепенно движется к четвертому тиру у нас мой пони кидал двадцать пятку ну норм хорошо прокачанный так тем временем контратака нижних была успешно сдержана и кажется даже отбита хотя они все еще не отступают призыв гондора тут всех убивает но не всех частично не повезло обстрел промазали минус и умер все теперь они отбили атаку и тиммейт помогает поверда качался вызывает двадцать пятку и ребята вынуждены отступать и там уже древо бород байдовой появился ну хотя на самом деле это грустно для нижних потому что они могут опять таки они могли бы здесь ее использовать им же лорин сильно помешал своей 25 и им бы лучше использовать ее сюда но увы если бы они не отдали двадцать пятку то наверное илон маск не полетел бы на марс и в итоге они бы проиграли но мы видим что у верхних есть план б здесь еще хуже толкучка но из-за двух вот этих вот деревянных чудовищ пробиваться будет крайне сложно учитывая что у мордора войска где-то там сосут лапу они просто как медведь пролез элранд но его убивает килибор все-таки он смог перед смертью кинуть свою обилку нужно попытаться поджечь энта начали фоксить апгрейд стрел видим у илона маска очень много урона получает древо бород поджегся и надо хилку кидать но она в кд не спасти его кто-то о хорош килиборн свою хилку закинул фулл хп причем огня больше нет на дереве правда не стоит его в атаку посылать мне кажется страшновато как-то а там элранд есть один удар и один камень я имел ввиду один камень и он больше не элранд земля асикс докачался до 25 пятки я бы не призвал и илон маск вызвал свою и таким образом им удается прогнать отсюда рухан и лот лориан но что же будут делать эти ребята не прям печали они все отдали своим тиммейтом рухан ничего не сможет кинуть ему нужен лагерь по идее и он не до него еще не докачался но скоро докачается катапульта должны помочь картин пытался кого-то поджечь но он не получилось когда пульты будут снесены у верхних есть отличный шанс они конечно не дал не выиграют сейчас у них вообще к армии из одних лучников состоит но они могут пробить вот эти вот здание рухан правда они решили не рисковать а там есть катапульта к 100 и сносят фермы в первую очередь но я бы избавлялся вот этого этого и этого сейчас чтобы рохан не смог подкрепление быстро построить так тем временем контратака я не знаю на что они рассчитывают взгляните на эту армию затем на эту затем на эту затем на эту я думаю что даже те из вас ребята кто не играет в эту игру без проблем мог куда ты ты испортил мою шутку куда ты стрельнул вообще ну короче это эти армии не потащат да остановимся на этом кстати гульзар 6 уровня редко его вижу в матчах редко вижу чтобы кто-то через номинорцев в гульзара играл кстати но наверное а секс его просто до кучи построил ведь когда он качнется он все равно будет полезен потому что вторая стяжка будет он почти уже качнулся кажется что гондор использует свой третий тир рохану осталось совсем немного до лагеря или до энтов тем временем рохан ой говорю рохан мордор стреляет по крепости лори она но увы это долго не продлится это осада его либо энты убьют либо килиборн сейчас килиборна ему по сути нечем убивать он может чуть ли не дало хп дожить потом кинуть хилку и в любом случае все перебьет ну и младрис тоже отступает совет истории закончился рохан получил лагерь лошадай получил травмы несовместимые с жизнью и год мог как бы то же самое так тем временем 4 катапульты здание рохана отрицательно построились а куда он лагерь кидал кста а он лагерь дальше кинул это умно может быть ему хватит времени но ему но по-хорошему чтобы большую армию скопить ему нужно минут 10 но минут за пять если они не потеряют крепость рубль но также а я забыл ник гондар сан слишком быстро бегают чтобы я стой а те а те помогает своим тиммейтом но это прям не нужно уже было делать но вот кажется они празднуют победу это не похоже на но по идее они сейчас не выигрывают потому что реплей не может за полчаса закончится который весит так много фродо кидает свою двадцать пятку убивает практически все что у них было кроме осадных но есть ли а есть у рохана возможность подобивать осадки тут еще знаменосцы дэнатора кстати держу в курсе выжили их следует тоже подобивать иначе не воскресат отряды это на секундочку пять отрядов неплохо это конечно ошибка со стороны рохана стрелять по катапультам ближнем бою за секунды бы их поразбивал теперь я не уверен что у него это получится там есть копии герои и в общем ехать туда это такая себе идея а секс чувствует себя просто шикар не я вижу не боится ничего строит бараки здесь тем временем куча троллей с молотами но ну вообще конечно респект за такую мега наглую тактику но учила ангмар и гондор одновременно здесь представьте себе что вы 10 минут копите троллей вкладываете в них столько денег что можно было построить огромную армию или крепость новую не знаю зачем мы просто к слову и все ради того чтобы челы нажатием одной кнопки на каждого игрока то есть одну кнопку нажать а сексу и одну кнопку нажать и вся ваша тактика пропала все ваши усилия все потраченные деньги все впустую и при этом вы этого я про фрода говорю проигрываете из-за того что ничего не делали санек про просит чтобы его застроили лагерь видимо вы ничего не делали ничего не строили ваша армия это несколько жалких отрядов орков четыре катапульта и два героя было вот под крепой лорина и все все ради этого под крыса который изначально обречен на провал ведь все видели что там заморозка и ремонт и она к этому моменту сто процентов откатится я слишком много этому времени уделяю но я хочу чтобы вы прочувствовали мое негодование это настолько глупо но кей но хорошие новости посмотрите на экономику фродо его никто не трогал у него практически из пустого места на базе нет только спереди то есть у него прям жизнь малина если так говорят кажется да кстати гравит скоро получит лагерь но вот если бы там уже был вот поправочка если бы там был лагерь и он был бы не не близко к крепости чтобы на него одновременно заморозку нельзя было бы кинуть то тогда этот под крыс имел бы смысл потому что им пришлось бы заморозку на одно здание кидать ремонт на другое то есть кто-то смог бы что-то снести неплохо неплохо илон маск и кстати у санька весьма прилично выглядящая армия уже но кстати у гондора тоже на неплохо выглядела до потопа всемирного но как видим он по всем заветам этих христианских мифов каждой твари по баре сделал и на корабле его стражи стадели со стражами древа расплодились еще даже лучники у него есть что в принципе он чувствует себя еще более-менее сносно а секс также подруга своих лукарей в общем они все еще живут здесь же происходит какое-то побоище и нечто невероятное мордор скопил немного войск это уже выглядит как какая-то армия я бы не назвал это еще прям пока что не назвал бы это хорошей армии но это хотя бы не посмешище этими уже можно воевать также у него прокачан глашатый что дает неплохой буст опыта некроманту но по какой-то непонятной мне причине кстати помянем глашатой некромант до сих пор не как же так возможно он умирал то есть у него ровно столько опыта сколько мы видели в начале матча в самом начале матча значит фродо его потерял и это печально его давно уже должны были быть улучшены орки так а это чьё это вот и лагерь поставил хорошая идея карас голод он будет распространяться на лагерь так призвал пауэр свою двадцать пятку посмотрим карас голод он заюзал нужно бить лагерь но он хочет убить древоборода и у него это получилось также он хочет убить скородума также фродо кидает гарго ротов на энд вот отлично так как они если они сейчас энтов убьют то нельзя будет их некоторое время построить но что-то тут пошло не так как город думает про другое и куда-то идет возможно на лагерь возможно на малорн скородум горит но его надо добить за забайтились на килиборна почему-то но вроде как добивают скородума молодцы заморозка здесь пытается поджечь а погодите он не может быть она разве распространяется тут я вы не уверен но им желательно добить лагерь даже нет вот хотя бы лагерь по ходу она распространяется иначе я не вижу причин почему он нее не бьет так еще землетрясение кинул на часть армии рохана но увы нельзя сказать что атака успешная 25 к разменялась хорошо потому что оба энта стоят дороже чем крепость то есть power неплохо себя чувствует а вот фродо увы ничего не добился своими горгоротами пару отрядов слил и все и теперь у них проблемы они так проигрывали а теперь там еще и лагерь он накопил еще боевых троллей держу в курсе им нужно давать булавы вот эти вот шипы шипасты и потому что без них они плохо воюют если давать им молоты то тролли отлично сносят здание но сплэш у них довольно таки маленький и они скорее как саппортный юнит то есть у них сплэш при отбрасывании большой но они не дамажит они убивают там несколько юнитов а все остальные просто падают на землю то есть как бы технически есть смысл держать одного или двух если у вас литовая армия с молотами но большинство должны быть с шипованными дубинами по-хорошему молоты вообще не используется ну типа я не знаю я видел только под крысы с молотами но чтобы в нормальном сражении их юзали никогда не видел и сам не что что ж начинается сражение кажется станчик рановато был проюзан слегка но это неважно потому что мун пони откатилась 25 забавно он превратился в камень но продолжает бежать даже грустно как-то домой спешит минус близнецы или нет тем временем тут собираются войска гондора гируется с армором я походу я что-то пропустил потому что у санька я прям сильно что-то пропустил минус лагерь и у санька нет войск больше вот это грусть здесь лагерь все еще стоит ну и наверное нужно попытаться часть войск спасти не хочет фруда наступать вызов пинтов кто а пардон это не вызов пинтов это скородум позвал древоборода я думал кто-то крепу крысит энтами и зрохом давайте снова пройдемся по обилкам фродо уже постепенно качается до второй двадцать пятки и у него сейчас будет его первая двадцать пятка так что они смогут обидеть и так он отбить эту контратаку так здесь что илон маск получил свою 25 вторую и возможно следует снова попытаться скилета лагерь дает слишком большие преимущества на мой взгляд чтобы его игнорировать мун пони может призвать орлов и может призвать 2 двадцать пятку очень очень скоро пауэр у него почти откатился молот его уже использовал полностью кстати держу в курсе молот одна из самых эффективных 25 на данный момент на текущем патче не стоит ее игнорировать на почти как лагерь здесь это как вместо одной двадцать пятки у вас три но послабее но тем не менее это очень эффективно так ну и кажется что у нижних проблем и хотя ульт эвамера очень даже неплохо выкосил лучников асикса но еще большие проблемы здесь так санек почти откатил лагерь асикс почти получил 2 двадцать пятку гравита еще долго лагерь не откатится но у него он как бы присутствует а те может кинуть мертвецов но кидать нужно по идее сюда потому что здесь ребята выигрывают полностью призывать мертвецов а где же а он решил окей илон маск решил защититься ухты фродо хотел помочь но часть мертвецов отбежала и не попала под магиум не моргула поэтому у нижних все еще проблемы пускай это всего два отряда но они не уязвимы и они всех убивают ну вроде как арнор в рассыпную пробежался а тут часть мертвецов еще тоже осталось можно бы ну ладно неважно они выигрывают в любом случае тут так что неважно и еще одна двадцать пятка появилась он а те и это уже очень и очень страшно потому что они в двух шагах от крепости можно призвать и пронести крепа вызывается лагерь они еще и лагерь могут пронести так тем временем фродо и илон маск пропушили гравита и мунпони но не скажу что прям очень сильно вызываются орлы сразу же минусуется лагерь ну почти ну да минусуется минусуется и рохан и рохан вызывается с этой стороны что с немного неправильно но не критично я бы конечно здесь призвал войск нет сначала вот это все зачистить потом крепа но он очень сильно хочет снести креп он юзы это белку дэн и тора и минус креп по идее там должна быть должен быть точнее молот фарнос кажется что он его не успел погодите он же был а куда он его кидал он не мог так быстро использовать его три раза походу его кто-то снес сочувствуем молот помог бы против роханцев тут почти что все стреляет помимо крепости я имею ввиду молот бы там броню им снизил покоцал бы их и я думаю здание бы застрелили остатки роханской армии ну в любом случае нижним удается отбиться они даже катапульты своими мансурами сносят и все верхние отступают но верхние ликуют они забрали 225 крепость пол базы рохана и армии рохана как бы тоже не видно только герои бегают поэтому даже при отступлении они чувствуют себя победителями небось так и здесь еще у гравита огромная пачка о боже мой лагерь по-прежнему стоит и у него очень скоро уже должен быть 2 также 25 последняя надежда у повара скоро будет а секс-то качался до чумы можно аннигилировать всю эту армию чтобы попробовать помочь покушать побыстрее я вижу тебя хотя все равно это армия сильнее чем это но может она он кидает двадцать пятку сюда и убивает остатки защитников здесь давайте дальше смотреть там гравита скоро откатится лагерь 2 а темы же все юзал ручь все все узали как же килиборн душит килиборн просто мвп мне кажется он не умирал ни разу в этом матче бегает под дарами десятый левел мега душный герой сорян за этот звук элранд может умереть глашатой я даже не вижу где он а вон он стоит и некор сдох я только хотел посмотреть какого уровня он уже умеет возможно фрадычу не стоит использовать некроманта в бою пока у него не прокачает назгуль качнулся видели а нет вру вру это не на зоне это эффект дебафа героев глашатая у них они одинаково выглядят или очень похоже там есть дебаф на армию на броню а есть дебаф на героев юзица станил к ну похоже что нижние проиграли хотя здесь ребята конечно каким-то чудом отбиваются все-таки возможно а сексу следовало сюда двадцать пятку кидать как ни странно ну отбиваются это не значит отбились войск все еще очень много килиборна сносить нечем хотя пока у него нет вру вру пока у него все входа его есть чем сносить ульт его сильно души так я так понимаю что это элвин в него за улетела но какие-то вообще работает она же не здесь а наш или здесь дорога где-то здесь бегает по идее этот ульт бесполезен но в этой ситуации сейчас я вам объясню как работает ее ульт вы помечаете героя эта стрелочка показывает что типа герой помечен и элвин находясь возле него а вот она нет стоп что за хрень это был баг что ли какой-то вроде на союзников не должно работать короче элвин поэтому герою наносит огромный урон он еще вроде должен бегать медленнее тип что того ну-ка походу это какой-то баг может она кидала на какого-то вражеского героя килиборн прям впритык возле него стоял и как-то на него это повесилась но неважно важно то что у нижних снова проблемы лориан поджег арнор рохан кажется уже перестал играть хотя у него крепа есть но я даже не знаю что он может сделать тут тут очень много войск скоро будет у фрона вторая двадцать пятка илон маск может смыть она он использует здесь ну в принципе да им нужна помощь отбить эту атаку так что все правильно минус трендуил вот а секс видимо боялся что их снова убьют двадцать пятками поэтому разделил войска чтобы не попасть есть еще третий тир и а он уже призывается и собственно все мне тоже все заюзал power может закинуть 4 3 тир но опять таки закидывать его в целях защиты это ротагаст орла послал бахнуть разочек а и вынуждены кидать power 25 чтобы снести катапульты но по идеям а сексу даже отступать не нужно у него есть броня к ты он все равно не спасет надо сражаться ух ты какой хороший ульт все лучники сдохли у гондора вот эта грусть дорогие лучники с апгрейдами один остался 1 3 я забыл а работают ли знамена дэн и тора на них по идее нет да не должны потому что знаменоски этих и теленский надо попробовать если работают то тогда можно спасти их от таких агливок ну они все сдохнут но выживут знаменосцы и хотя сейчас тоже выжили часть видимо 3 лобала выживают на соплях ну короче вы поняли о чем и и таким образом допустим хилку кинуть чутка отойти и все будет здесь вновь контратака ну тут немного непонятно у них огромная пачка маней чего-то испугались вот этого испугались по-прежнему со стрелочкой бегает надо когда будет переделка рохана убрать это дурацкий флор и имеют визуально стрелочек бармер десятого уровня я даже не вижу тут есть вообще войска нижних кто с кем вообще терется такое впечатление что тут одни верхние только а это призыв год мага могут на десятого уровня камера найти морда у него есть грунт он видимо ожидает зверей он крысить будет но беда в том что грунт нигде здесь не призвать у него большой объект фильтр то есть его возле здания нельзя призывать его надо далеко призывать всего нужно где-то здесь кидать подкрыться не будет но он может доехать а секс не хочет сражаться почему-то или хочет но только частью войск очередная загадка кто с кем сражается такое впечатление что тут одни герои бегают и призыв еще и троллили просто жесть о снова рада газ очень хорошо мальбет с ультой но ангмару это не грозит у него нет лидерок бафы грейда но не лидерки нет ладно у него есть одна лидерка на волков сбор мир как не еще держится я понять не могу гондарного атакс то так две двадцать пятки но тут куча магов огня и ну неплохо соплива лар 40 процентов снесли ой нубас кто этот нубас гравит гравит не переключил энтов на камни но теперь переключил нужно по магам скинуться крепа пытается снести ну можно и так конечно но очень мало их осталось держу в курсе у древоборода гигантский сплэш кстати он его не переключил если бы он стрельнул вот сюда в этого мага он снес бы всех магов спереди и крепа можно было бы снести вот но увы увы даже корейские киберспортсмены иногда совершают ошибки поэтому не фартанула слову об ошибках немножко поспешил видимо с этой и двадцать пяткой и всадники не попали под ее эффект вообще всадники рохана очень толстые и не не должны от нее умирать такое power просто power кстати красавчик power мвп этого матча по-прежнему я осуждаю его тактику она мега мерзкая по отношению к тиммейтам но тем не менее в этом матче он лучше всех себя показал в целом лучше всех игроков на мой взгляд он всем помогает держится старается но чувствую что он не выиграет тут они обречены здесь просто я бы не придерживался до гравит уже этой пачкой может провести любую крепку он может сюда подъехать снести он просто чили ту же небось а может он недооценивает этих всадников ну такая толпа всадников снесет любого героя любую крепку вот этот призыв без проблем можно поубивать там сначала ну просто сначала самого сильного сурмана потом гендальфа и не панкат они решили свалить не знаю почему два лагеря у него ухты мун пони крепа построил вот эта красава играет еще одну крепку так что этот лагерь нереально будет и это тоже потому что подойти к нему надо будет еще у фродыча есть все вообще но он ничего не вызовет ну значит можно будет сейчас эти атаки отбить наверное а секс потеряет все катапульты а просто чуят а куда он его погодите я понять не могу а вот здесь стоп здесь что ли призывал короче решил грунт использовать для сноса эки и не только этим весьма странное решение учитывая что он так долго ждал что у него все откатится может надо было все сюда кидать стран типа может атаку бы отбили на ой какой кайф две пачки орлов призвали гондор гондор и лориан призвал не еще это добил но это по красоте одобряю скрепа даже несмотря на баф а вансу броня сколько не дают 35 брони крепости это много и на этом матч пожалуй закончен что без павера не не смогут держаться неплохо армия куда-то исчезла молот фарност исчез кажется он успел заюзать все блин эти звуки меня бесят я понять не могу что сносится это же не у верхних звук сноса крепости но они ж уже и реплей крашну ну ладно в любом случае я думаю это не так уж и обидно потому что у верхних точнее у нижних никаких шансов на победу я думаю в течение последующих 10 минут им добили бы остатки их пас и верхней бы победили всем спасибо за внимание всего наилучшего поставь лайк бэбэ